МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Контроль выполнения поручений главы государства и вопросов финансового оздоровления предприятий. Премьер-министр Беларусь Андрей Кобяков посетил Гомельскую область. Мощные, надежные свои. Состояние сельскохозяйственной техники на полях региона оценил вице-премьер Владимир Семашко. Новый учебный сезон. Наши корреспонденты узнали, как собрать ребенка в школу и во сколько это обойдется. Какой была неделя из жизни Гомельской области, расскажем в ближайшие 26 минут. На уходящей неделе Гомельскую область посетил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Глава правительства ознакомился с ходом полевых работ и выполнением поручений президента Беларуси данных во время селекторного совещания. На этой неделе сельскохозяйственные предприятия вышли на темпы жатвы, которые позволят убрать зерновые своевременно. Собранного урожая должно хватить не только для нужд внутреннего рынка, но и для поставок на экспорт. Главное собрать выращенное без потерь, причем на всех полях. В связи с этим особое внимание выполнению поручений президента данных на селекторном совещании. Еще одна зона повышенного внимания – улучшение финансового состояния проблемных сельхозпредприятий. На Гомельщине еще недавно таких хозяйств было более 40. Сегодня статистика лучше. В частности, конкретно в Гомельской области было определено 41 неплатежеспособное хозяйство, из которых по данным Гомельской области полкома 15 организаций восстановили свою платежеспособность. Хотя я пытал у них насчет того, насколько глубоко это восстановлена платежеспособность. Текущая на данном моменте восстановлена. Это главное то, что у предприятий сходятся финансовые потоки, имеют положительный баланс. Это самое главное для того, чтобы обеспечить текущую платежеспособность и иметь перспективу, в общем-то, выходить уже на нормальное функционирование. 19 хозяйств улучшили ситуацию, но пока свою платежеспособность не восстановили. Ну а пару хозяйств там, вы видели, которые потребуют дополнительных мер. Состояние сельхозтехники в регионе оценил заместитель премьер-министр Беларуси Владимир Семашко. Комбайны, которые стоят на вооружении аграриев, вице-премьер оценил на примере одного из хозяйств Реческого района. КСУП 21-й съезд КПСС. Около недели назад тут получили 1 из 49 новых комбайнов, которые были направлены аграриям области для пополнения технопарков. В итоге всего на Гомельщине сейчас насчитывается 1364 комбайна. Благодаря собственному производству Беларусь сейчас полностью закрывает собственные нужды в сельхозтехнике. О ее качестве говорят суммы, которые приносят в бюджет иностранные покупатели. Так, за последние 7 лет за счет экспорта нашей техники было заработано более 23 миллиардов долларов. Еще один аргумент в пользу качества то, что в последние годы на списание идут считанные единицы. Наиболее частые повреждения выход из строя электроники. Кстати, в Гомельской области на сегодня несколько дилерских центров. Их диспетчерские службы работают круглосуточно. Поэтому техническое состояние комбайнов находится под контролем буквально 24 часа в сутки. Я говорю, нас ругают за качество, надежность сельхозтехники. Иногда справедливо, но не всегда, честно говоря, скажу. Чего не достает сегодня, вот я скажу, первое, должны постоянный анализ, обратные связи конструктора. Конструктор не должен давать шоки, что конструктор есть такая в душе, что вот я создал машину, она лучше в мире. Я сам чувствовал за собой такой недостаток, когда молодым конструктором был. Конструктору приходит и спросит, что плохо, что плохо. Скажите, что надо, и думать, как это управить. Это первое, и, соответственно, принятие вовремя корректирующих решений конструкторских. А второе, технология, то есть пересношение, переоружение предприятий. Ну и в конце, конечно, контроль. По словам Владимира Семашко, когда-то рекордной урожайностью было 11 центнеров с гектара. Сегодня этот показатель выше, как минимум втрое. Так, тот же Реческий район в этом году достиг урожайности в более 35 центнеров с гектара. Это результат многих факторов, в том числе и техники. По словам механизаторов, новый комбайн за сутки собирает 100 тонн. На его предшественники GS10 эта цифра была вдвое меньше. При этом, если нет сорняков, потеря зерна нулевая. Если коротко, переоснащение парка техники приносит хорошие плоды. И уборочная кампания будет завершена в срок. Ситуация на полях сегодня находится под пристальным вниманием как органов власти, так и общественных организаций. Причем речь идет не только о контроле за ходом жатвы, но и оказании сельчанам разносторонней помощи. Наши корреспонденты выехали в рейд. В составе рейдовой группы управления внутренних дел сотрудники госавтоинспекции, отделы по борьбе с экономическими преступлениями и управления охраной правопорядка. Такое представительство позволяет проводить всесторонний мониторинг, начиная от профилактики краш сельскохозяйственной продукции, с полей и слива топлива сельхозтехники с целью его незаконной продажи. Однако главное внимание состоянию техники и самих механизаторов. Самое главное – это предрейсовый контроль физического состояния и техническое состояние транспортных средств и комбайнов убирающих. По замечаниям по данному хозяйству у нас нет. Все водители и машинисты допущены к уборке. Техника находится в справном состоянии. Для комбайнеров КСУП – искроветка. Рабочий день начинается с предрейсового медицинского осмотра. На алкотесте – одни нули. Все механизаторы абсолютно трезвые. Другого, впрочем, никто и не ожидал. Приход в состоянии даже самого легкого алкогольного объединения приведет к серьезным последствиям. Нет замечаний у представителей технической инспекции труда Гомельского областного объединения профсоюзов и в филиале агрофирмы «Руб Гомель Энерго». Сначала жатвы специалисты проверили уже 14 районов и действительно серьезных проблем в плане обеспечения безопасности работ не выявлено. Мелкие недостатки устраняются в тот же день. Не в последнюю очередь такая ситуация следствия проведенного накануне уборочных работ областного месячника безопасности труда. Количество несчастных случаев благодаря вот такой предварительной профилактической работе уменьшилось. Мы уже посетили 14 районов, 38 хозяйств. Такие незначительные нарушения оперативно устранялись, но если говорить все-таки о цифрах, выявили все-таки 318 нарушений. Обеспечение питьевой водой и наличие медицинских аптечек. Внимание представителей областного профсоюза работников здравоохранения направлено на медицинское сопровождение жатвы. В больницах и амбулаториях готовы в любой момент принять всех, кому необходима помощь. Кадрами обеспечены, проблем с лекарствами тоже нет. Режим работы медучреждений расширен. Они начинают раньше работать и завершают позже. И бригады скорой помощи активизированы на эту тему. Выделены в стационарах отдельные дополнительные койко-места, как по терапевтическому профилю, так и по хирургическому. Потому что вся эта вот работа, она несет и физическую, и моральную нагрузку, и люди иногда декомпенсируются. Поэтому нужно оказывать не только амбулаторную, но и стационарную помощь. Это все готово, изданы соответствующие приказы, постановления, которые регламентируют, и в каждом районе все это есть. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько, Сергей Лукашук. Новости недели. Сегодня День строителя. В нашей области в этой сфере занято более 70 тысяч человек. Свой профессиональный праздник строители Гомельской области встречают с неплохими показателями. Впервые они стали лучшими по темпам жилищного строительства. Подробнее об этом и не только в обзоре корреспондентов службы новостей. За 7 месяцев текущего года строители Гомельской области сдали в эксплуатацию почти 320 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах, что составляет 78% от годового задания. На счету представителей этой отрасли такие значимые объекты промышленной и социальной сферы, как Петриковский горнообогатительный комбинат и Гомельская областная детская больница. С начала года в области освоено почти 770 миллионов рублей, что на 7% больше прошлогоднего показателя. В деревне Старые Дятловичи состоялось перезахоронение останков военнослужащих рабочей крестьянской Красной Армии, которые участвовали в освобождении Гомельщины. Поисковые работы вели военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны и учащиеся Гомельского кадетского училища. После эксгумации и экспертиз было установлено точное число солдат, их имена, возраст на момент гибели и воинские звания. 69 бойцов были захоронены по всем канонам в ныне существующую братскую могилу. Православные верующие отметили десятилетие. Со дня канонизации преподобные манефы Гомельской Сутни людей из разных уголков страны приехали в Свято-Петропавловский кафедральный собор, чтобы принять участие в литургии и отдать дань памяти святой. Возглавил празднование на Гомельщине митрополит Минский Изославский патриарший экзарк Белоруссии Павел. 11 августа 2006 года мощи монахини Манефы были найдены нетленными и помещены в Свято-Петропавловском соборе. Через год ее имя было канонизировано. Телерадиокомпания «Гомель» продолжает съемки цикла программ «Человек-года». Уже в ближайшую среду в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» очередная передача. На этот раз телезрителям предстоит познакомиться с обладателем премии Гомельского облсполкома «Человек-года», который одержал победу в номинации «Лидер». Речь пойдет о директоре коммунального торгово-унитарного предприятия «Торгсервис» Олеге Бойко. О реческом лидере торговли материал Светланы Князевой. В реческий райпотребсоюз Олег Бойко попал по распределению после окончания Гомельского кооперативного института. Был его жизнь и частный бизнес. В 1998 году предложили должность директора коммунального торгового-унитарного предприятия «Торгсервис». И Олег Бойко взял на себя ответственность за возрождение убыточного предприятия. Уже через год «Торгсервис» стал на ноги, а через два стал приносить прибыль. Постепенно сеть начала присоединять к себе другие торговые объекты-банкроты. «В 2007 году к Дожинкам нам присоединили убыточный ресторан по лесу. Мы его за четыре месяца отремонтировали к Дожинкам. И при этом сделали целый комплекс. То есть там была кулинария и ресторан. Мы перепрофилировали его, сделали бестро, сделали много вип-залов, открыли бильярдный зал. То есть получился такой комплекс». Сегодня в структуру «Торгсервиса» входят 9 продовольственных магазинов. Трехэтажный универмаг, детский мир, магазин строительных материалов, а также 4 ресторана и гостиница. Основа работы сети «Торгсервис» – это розничная торговля. На предприятии привыкли конкурировать в первую очередь внутри сети. Ведь если три магазина находятся в 100 метрах друг от друга, то ассортимент этих торговых объектов должен отличаться. У сетевиков там огромный ассортимент. А мы в это не пошли. Мы пошли по-другому. Мы делаем то, что наша мама делала. «Наполеон», «Графские развалины», «Медовик». Но при этом это должно быть вкусно. Понимаете? То есть товарооборот делается за счет расширения ассортимента, за счет расширения площадей, либо за счет ума. Третьего не дано. Членов своей команды Олег Бойко считает отличными помощниками, а много внимания уделяют подготовке кадров. Последние, в свою очередь, имеют хороший социальный пакет. Результат совместного труда – довольные покупатели и многочисленные награды. Дважды предприятие заносилось на республиканскую доску почета. Имеет четыре бронзовых «Меркурия». Это высшая награда Министерства торговли. Подробнее о лидере реческой торговли в программе «Человек года» в среду, 16 августа, в 2020 на телеканале «Беларусь-4». Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. Вы смотрите «Новости недели». Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. И сейчас вашему вниманию короткий обзор от службы информации. С рабочим визитом Гомель посетил чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в Беларуси Виктор Сырачан. Дипломат встретился с председателем Гомельского облацполкома Владимиром Дворником. В ходе переговоров была дана оценка состоянию сотрудничества нашего региона и Молдовы и определены новые пути взаимодействия. После встречи в облацполкоме Виктор Сырачан посетил Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. Там провел переговоры с деловыми кругами региона, обсуждали сотрудничество в сфере медицинского туризма и укрепление связей между малым и средним бизнесом. Помощник президента Республики Беларусь, главный инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел прием граждан в Петрикове. С личными вопросами обратились пять человек. Обращения касались строительства жилья, жилищно-коммунального хозяйства и других тем. Участники международного автопробега, который посвящен 90-летию ДСААФ, посетили Гомель. Центральным событием проведенных торжеств стал митинг у мемориала «Вечный огонь». Современный ДСААФ – правоприемник, созданного в 1927 году Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству «Осу Авиахима». Сегодня ДСААФ называют школой мужества, патриотизма, спортивного и профессионального мастерства. В целом по Беларуси ежегодное участие в акциях организации принимают около 400 тысяч человек. Задача международного автопробега – популяризация деятельности ДСААФ и привлечение в его ряды новых членов. Завершится он 22 августа на линии Сталина. Ковчег с частицей мощей святого великомученика Пантелеймона прибыл в Гомель на постоянное пребывание в Свято-Петропавловском кафедральном соборе для молитвенного поклонения верующих. Она помещена в ковчег ручной работы, изготовленной из серебра мастерами на Святой горе Афон. До начала нового учебного года остается чуть больше двух недель. В эти дни школьные ярмарки работают в полную силу, а в отделах с констоварами появились очереди. Куда лучше отправиться за покупками и в какую сумму обойдется собрать ребенка к 1 сентября, выясняла наш корреспондент Анна Корольчук. Скоро в школу в Главном управлении торговли и услуг Гомельского облсполкома сделали примерный подсчет стоимости экипировки школьников. Так, комплект из одежды и обуви для школы и спорта, ранец и констовары для мальчика младшего школьного возраста будут стоить от 176 рублей, для девочки – от 206. Для учеников старших классов эта сумма стартует от 230 рублей. В Гомеле приобрести товары для школы можно на постоянно действующих площадках возле Центрального рынка, Торгового дома Речицкий и на Давыдовском рынке. Ярмарки выходного дня работают на площади Восстания каждые выходные августа. Самая дорогая покупка из списка – это школьная форма. И здесь можно значительно сэкономить, если выбирать простой фасон и материалы, а также обращать внимание на скидки и акции. На школьных ярмарках предлагают продукцию китайского, турецкого и российского производства. В универмагах же в основном белорусские производители. Угодить маленькому человеку в выборе одежды непросто. При этом важно учесть вопрос безопасности для здоровья. Чтобы узнать состав изделия, изучайте этикетку. Например, искусственные добавки в костюмах допустимы. А вот бельевые и чулочно-носочные изделия должны быть только из натуральных тканей. Это касается и обуви. Внутренняя отделка туфель и ботинок должна быть из кожи. По ценам даже в одном торговом объекте разбежка значительная. Та же рубашка может стоить как 10, так и 40 рублей. В среднем за 200 рублей мы собрали такие комплекты для школьников. Мальчику одну рубашку, кофточку-обманку, костюм-двойку, жилет, ботинки, спортивный костюм и кеды. Девочке две блузки, сарафан, пиджак с юбкой и жилетом, туфли, а также спортивный комплект. Более дешевые варианты одежды и обуви оказались в универмаге. Качество продукции у нас достаточно высокое. Мы стараемся максимально представить продукцию из натурального сырья. Также в нашем магазине очень часто бывают дни, в которые наши покупатели могут приобрести товар со скидками. Следующий обязательный пункт – это рюкзак. Здесь самое выгодное предложение нашли на школьной ярмарке – 15 рублей. Самый бюджетный вариант в универмаге стоил на 10 рублей дороже. Здесь все-таки лучше не экономить, ведь хороший рюкзак – залог здоровой спины в будущем. При выборе обращайте внимание на жесткую ортопедическую спинку и широкие лямки из плотной ткани. В портфеле должно быть несколько отделений карманов, а также светоотражающие элементы. Замки и застежки не должны быть тугими, а сам портфель тяжелым. Для младших школьников рюкзак должен весить не более 700 граммов, для старших – не более килограмма. Я купила уже рюкзак с котиками, такими серенькими, красивыми. Понравился очень. Дизайн, чтобы он такой был, более такой, много всего, красивый такой. Кармашков еще, чтобы было много, вместительный. Последний пункт – это покупка констоваров. Выбор разнообразный и в больших магазинах, и на рынках. Сильных колебаний цен между торговыми объектами нет. Тем не менее, полный комплект канцелярии к школе на школьной ярмарке можно собрать немного дешевле. Ручки, краски, карандаши и фломастеры в основном российского или китайского производства. Обложки для тетради и бумажная продукция есть белорусские. По качеству бумаги разницы нет. Единственный недостаток в яркости и разнообразии обложек. Для того, чтобы отправить ребенка в школу, родителям где-то в среднем обойдется на констовары около 50 рублей. На примере дневников вот у нас ценник от 89 копеек до 250. Имеем дневнички и как в мягком переплете, так и в жестком переплете. Подведем итог. Комплект одежды в среднем обошелся нам в 200 рублей, констовары в 50. Добавим к этому рюкзак и мы выходим на сумму в 270 рублей. Анна Корольчук, Павел Антонов, новости недели. А теперь расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. Двигайся, делай, развивайся, радуй. Под таким девизом в Гомельской области проходит патриотическая акция добрых дел «Моей краине». Проект стартовал 22 апреля в Хойниках и за это время прошел в Брагине, Будокошелево, Ветке, Жлобине и ряде других районных центров. В августе первым праздничную эстафету принимал Мозырь. Сейчас об этом расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Как неповторимо время, так неповторимы и произведения искусства, хранящие уникальный слепок своей эпохи. Во Дворце Румянцевых и Паскевичей продолжается работа по увековечиванию памяти гомельских художников, которые своим творчеством внесли неоценимый вклад в культурное наследие региона. На этой неделе здесь представили экспозицию из собрания Музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля «Гимн жизни». Представленные в одном месте живопись маслом, акварель, графика, скульптура в керамике и дереве воссоздают картину художественной жизни Гомеля преимущественно советского периода. Основная черта художников того времени в радостном жизнеутверждающем восприятии мира. Именно оно и побуждало творческую интеллигенцию советской эпохи выкладываться в полную силу, много работать над собой, признаваясь в любви к природе, искусству и родной земле. Любители и ценители прекрасного в башне дворца Румянцевых и Паскевичей ждет встреча с творчеством Николая Пушкаря, Михаила Новицкого, Любови и Евгения Покаташкиных, Валентины и Марии Егоровых, Евгения Иванешко, Тимофея Карлова и многих других замечательных мастеров своего дела. А в Центральной городской библиотеке имени Герцина на уходящей неделе открылась выставка художественной вышивки акварели Анны Пугачевой. В экспозиции с мелодичным названием «Под шелест трав» представлено около 30 творческих работ автора. В качестве основы для своих вышитых картин Анна Пугачева использует натуральные льняные ткани и преимущественно шелковые нити. Каждая работа проникнута особым теплом и настроением. Одна из центральных тем в творчестве мастера — лошади. На вышитых полотнах можно увидеть не только природную грацию, неповторимую красоту и мощь, но и удивительный характер этих благородных животных. Вдохновляют художницу также цветы и живописные уголки белорусской природы. А Мозов тем временем первым в текущем месяце принимал патриотическую акцию «Добрых дел в моей краине», которая с апреля проходит в Гомельской области. Основным местом проведения праздничных мероприятий стал городской парк культуры и отдыха «Победа». В течение дня здесь работали тематические интерактивные площадки, выставочные экспозиции, детские аттракционы и торговые ряды. Проходили спортивные мероприятия и конкурсы. Гости праздника могли насладиться выступлениями гомельских артистов и творческих коллективов Мозырского района, а также узнать о новых проектах и секретах телевизионной кухни регионального телеканала «Беларусь-4». Так, добрыми делами и новыми традициями мазыряне внесли свою лепту в областную акцию «Моёй краине». 19 августа праздничную стафету примет городской посёлок Октябрьский. Завтра радиостанция «Гомель-ФМ» отметит 16-летие. Весь день слушатели ждут эфирные акции и подарки. Слоган праздника «Отрывайся, как в свои 16». «Гомель-ФМ» – знаковая станция для области. Это первое местное радио, которое открылось в нашем регионе. 14 августа 2001 года в «Гомеле» на ультракоротких волнах зазвучали позывные «Экспресс». Через три года добавили вещание на частоте 101,3 «ФМ». В 2008-м началась новейшая история радиостанции под новой торговой маркой «Гомель-ФМ». Сегодня это современное радио для взрослых, активных людей. В эфире лучшие зарубежные, российские и отечественные композиции. Определяют стиль радиостанции не только горячие щиты, но и интеллектуальные диджеи, оперативные новости и аналитика мировых событий. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. В Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина откроется выставка фоторабот Елены Китаевой. Проект позволит зрителям проникнуться красотой белорусской природы и взглянуть на окружающий мир в необычном ракурсе. А тем временем Светлогорская картинная галерея «Традиция» всех желающих приглашает на выставку народного художника Республики Беларусь Анатолия Барановского и его дочери Елены, которая пошла по стопам своего талантливого отца. В экспозицию вошли произведения уникальной техники и манеры исполнения авторов, которые отражают красоту родного края и знакомят посетителей с историей белорусского народа. И на этом все. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова